всем привет это александр лео на канале тактика гвинта и сегодня мы рассмотрим одну очень интересная карта которая называется эторал когда она появляется на поле у противника у новичков обычно возникает небольшой ступор и они не знают как от нее избавиться а эторал продолжает так себе продолжает есть там кого-то справа и усиливать соответственно ряды противника на 4 очка за каждый ход вот эта карта смотрите в конце вашего хода обратите отряд справа не являющийся демоном в изначальную копию этой карты ну одна из подсказок соответственно которые здесь есть прямо в описании всегда обращается отряд справа и обращается отряд не являющий демоном 2 подсказки здесь по большому нет и это будет такой контрприем конкретно против эторала которые мы с вами сейчас тоже рассмотрим окей поехали итак смотрите сейчас играем с двух тестовых аккаунтов для того чтобы посмотреть что можно сделать конкретно против эторала давайте для начала выложим какой-нибудь дверок передний ряд обычно играет так за чудовище здесь мы соответственно так следующий ход вот смотрите как вообще начинается вся вот эта вот вещь обычно выкладывается какой-нибудь минусистый юнит для создания превосходства видите продолжают работать движки мы здесь соответственно отрабатываем этот ход выкладываем соответственно очередную карту здесь мы продолжаем выкладывать движки допустим выкладываем гончу и дикая охота которые будут училиваться каждый ход пока у нас есть превосходство следующий ход здесь мы кладем допустим этого краснолюда то есть создаем плюс минус куда подобную ситуацию и глядите мы сейчас выжим это рала играем способность лидером и кладем это рала соответственно слева его жмем конец хода это рал соответственно съедает личинку и создают абсолютно нормально свою копию вот здесь вот новички начинают на самом деле паниковать почему потому что вроде бы если убить эту карту то соответственно противник опять выложит личинку и это рал опять себя размножить в следующий раз то есть для того чтобы убить эту ралов нужно одновременно нанести по 4 единиц урона как минимум двум вот этим отрядом первый вариант как можно прекратить конкретно появление тралов ну он на самом деле очень простой мы берем какую-нибудь блокировку это могут быть демеритовые кандалы и просто напросто мы уничтожаем соответственно блокируем правую травы для чего ну на самом деле все очень просто так как это рал может обратить в себя конкретно не демона то вот эта вот вещь которую делает противник она в результате не приносит результата то есть смотрите вот здесь вот допустим мы пойдем еще кого-нибудь нажимаем конец хода и смотрите что получается вот этот это рал так как он заблокирован он не съел плод герни хоры предыдущий это рал не стал есть вот этого тарала потому что ну справа от него лежит демон то есть все по феншую все нормально все работает давайте посмотрим как можно как может противник выкрутиться пока кладем молену она нам еще понадобится противник может сделать на самом деле очень простую вещь он может взять какой-нибудь юнит который может поглотить это рала ну либо уничтожить его и в результате смотрите что получается он освобождает путь к плоду герни хора и в результате когда противник прожимает конец хода разблокированный не заблокированный трон вновь продолжает есть конкретно личинку которая находится справа что нам с этим делать ну на самом деле здесь есть очень простой и действенный способ видите что они что я вам предлагаю опять же он сработает не всегда но если у противника например закончились пожиратели то это сработает просто нора мы берем и просто-напросто кладем под это рала например его движок которым противник собирается пользоваться там исхода вход давайте что-нибудь выложим жмем конец хода и смотрите что получается даже если противник сыграет плод герни хоры вот таким вот образом то он уже не спасет свой движок потому что ну банально банально плод герни хоры нельзя положить в определенное место плод герни хоры всегда кладется в конец именно в конец ряда то есть противник прижимает конец хода и это рал съедает его движок только и всего это вот на самом деле очень простой способ да конечно в следующий ход у нас не получится подложить маленой конкретно какую-нибудь еще сильную карту под это рала потому что вот смотрите мы тоже не можем конкретно переложить карту между это ралом и плодом герни хоры но но через ход опять же это рал отработает и в результате в результате просто напросто съест вот этого скалопендроморфа глядите то есть здесь все прозрачно и я думаю то есть здесь там по большому счету объяснять больше сработала ловушка смотрите съедается плод герни хоры если даже противник попытается выложить плод герни хоры в следующий ход то он опять ляжет соответственно уже после скалопендроморфа и противник после прожимания паса он потеряет конкретно вот это все преимущество которое он сделал конкретно на скалопендроморфе прожимаем конец хода и смотрите противник срабатывает по большому счету себе в минус вот то есть этими двумя способами можете совершенно нормально пользоваться для того чтобы ну либо заблокировать это рала либо просто-напросто за счет это рала нейтрализовать какие-то движки конкретно у противника конечно же это все ситуативно почему потому что ну не у каждого есть там малена но можно подыскать карты которые умеют перемещать вражеские отряды из ряда в ряд и при их помощи пользоваться конкретно вторым методом и так мы с вами сегодня узнали каким образом расправиться с этералом если вам понравилось это видео ставьте большие пальцы если понравился канал подписывайтесь будет еще очень много интересных видео с вами был александр ляо побед удачи пока пока пока